Когда начальник синагоги получил ответ от Бога на свою просьбу? И как реагирует Иисус на давление, которое встречается на пути веры и аира? Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Следующее местописание, к которому мы обратимся сегодня – Евангелие от Марка, 5 глава с 22 по 43 стихи. И нас сегодня ждет увлекательнейшая история, поэтому берите свои блокноты Библии и ручки, и мы с вами начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Отец, мы осознаем, что сами понять в Твоем Слове мы ничего не можем. Поэтому мы открываем свое сердце и свой разум, мы поднимаем свои руки и говорим, мы нуждаемся в Твоей помощи, и мы верим, что Ты открыт, и Ты желаешь служить нам. Мы верим в это, и мы принимаем. Да, утверждаются истины Твои внутри нас, а всякие ложные представления, да, искореняются. Из нашего сердца и нашего разума. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Читаем с 22 стиха. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его и Иисуса, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и тиснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тот час иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, тот час говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй!» И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Якова. Приходят в дом начальника синагоги и видят смятения и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им, «Что смущаетесь и плачете?» Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми», что значит, «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Аминь. Итак, перед нами даже не одна история об исцелении, а две истории. И мы не будем детально рассматривать историю с женщиной, страдавшей кровотечением. Она заслуживает отдельного внимания. Но нам важно учитывать, что эта история не случайно происходит именно в сценарии получения чуда для дочери Еира. И, друзья, напоминаем, что у нас нет цели трактовать каждый стих. Но для нас с вами важно видеть Бога, желающего исцелять, и шаги со стороны человека для того, чтобы это принять. Итак, переходим к истории. Кто перед нами? Перед нами сейчас начальник синагоги. Давайте определим, кто это. Это еврей. Это человек, у которого есть завет с Богом. Следующее, что мы можем видеть, у этого человека есть проблема. Проблема не у него лично. Проблема в его семье. То есть болезнь сейчас находится не в его теле, а в теле его дочери. И эта болезнь настолько достигла своей прогрессии, что привела сейчас уже дочь к состоянию на грани смерти. Что делает Иаир? Мы сейчас видим в 22 стихе, Иаир приходит к Иисусу и падает к ногам его, усиленно прося. И для начальника синагоги на то время это была серьезная манифестация. Такое поведение начальника синагоги ему могло стоить его статуса, его позиции. Потому что в религиозных кругах того времени Иисус не котировался как рукоположенный раввин или признанный раввин и учитель в Израиле. Нет, мы видим, что фарисеи и книжники не особо радушно реагировали на служение Иисуса. И если вы детально будете рассматривать Евангелие, то увидите, что в некоторых городах для простых прихожан синагоги было чревато признание учения Иисуса. Их могли отлучить от синагоги. А здесь сам начальник синагоги признает Иисуса, как посланного от Бога, падает, поклоняется ему и просит его об исцелении своей дочери. И посмотрите в 24 стихе, как Иисус быстро реагирует на его просьбу. Иаир просит, Иисус поворачивает и идет с ним к нему домой. Помните, как в прошлом выпуске, когда сотник приходит и просит о своем слуге, Иисус тут же говорит, хорошо, я приду и исцелю его. Причем, смотри, для Иисуса нет проблем с тем, что один верит так, а другой верит по-другому. В данной истории мы читаем про Иаира, который верил в то, что Иисусу надо прийти в дом и возложить руки на девочку, и тогда она будет жива и здорова. И Иисус вообще ни слова, ни намека не высказал на то, что, знаешь, вот у тебя не такой уровень веры, как вот у того сотника, тебе, знаешь, подтянуться надо в твоей вере. Нет, друзья, он встретил Иаира на его уровне веры, и он сразу откликнулся, он сразу повернулся в сторону дома Иаира, чтобы идти в этом направлении. Почему? Потому что он увидел веру. То есть для него нет проблем с тем уровнем веры, на котором мы приходим к нему. Главное, друзья, чтобы мы активировали ту веру, которая у нас есть. И остались в этой позиции веры до конца. Здесь же, смотрите, у Иаира есть вот эта последовательная картина внутри него в 23 стихе. Приди, раз, возложи руки, два, она выздоровеет, три, будет жить в результате, четыре. Вот он так видит, и в эту картину он просит Иисуса войти. И Иисус, смотрите, входит в такую модель веры Иаира. В то время, когда тут же в 25 стихе перед нами вдруг открывается картина некой женщины, которая страдает кровотечением. И помните теперь, как она движется для получения своего исцеления. У нее вообще третий вариант того, как она в своей вере представляет путь для получения исцеления. Смотрите 28 стих. Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. Она это видела вот как. Я планирую взять мое исцеление вот таким образом. Пробраться, коснуться одежды его, и я возьму свое исцеление. Вера этой женщины, она взяла исцеление. Возвращаемся к Иаиру. Я хотел бы, чтобы вы отметили, что сейчас, вот здесь, в 23-24 стихе, когда Иаир озвучивает свою просьбу, и Иисус начинает идти за ним в его дом. Давайте вот сейчас обозначим эту точку, стартовую точку. Иаир попросил об исцелении. И что сейчас произошло? Вы скажете, ну что произошло? Иисус просто пошел. Нет, давайте мы обозначим. Сейчас исцеление двинулось. В 24 стихе обозначьте этот важный момент. Ответ уже двинулся. Он пошел. Воля Божья двинулась в направлении прежней просьбы. Это важно. Это важно. Это важно. Почему? Да потому что сейчас, спустя время. Почему? Да потому что сейчас, когда на их пути вот эта женщина займет какое-то время, немалое, скорее всего, время, Иисус останавливается, начинает искать. Разговор с учениками. Затем она появляется. Она начинает рассказывать всю свою историю. Мы не знаем, сколько это время не заняло, но сколько-то да заняло. И когда Иисус отвечает ей, дочь, вера твоя спасла тебя, к начальнику синагоги приходят и говорят, все, дочь твоя умерла, оставь, не утруждай больше учителя. Что сейчас происходит у нас в 35 стихе? А в 35 стихе сейчас враг ищет того, чтобы то исцеление, которое двинулось сейчас в сторону дома Иаира, оно было остановлено. Вот почему в 36 стихе, глядя на Иисуса, мы видим его радикальные слова. Услышав это, Иисус тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй, продолжай веровать. Это не были просто слова утешения, ну не переживай, ну не переживай, все будет хорошо. Нет, это были важнейшие слова, важнейшая инструкция, которая необходима была этому начальнику синагоги. Почему? Да потому, что его вера сейчас ввела это исцеление к своему дому, к своей дочери. И для Иисуса было важно, чтобы ты не остановился, чтобы ты не переключил свою веру на страх, не разуверился, не перечеркнул все то, что было прежде. Но Иисус побуждает и говорит, не бойся, продолжай веровать, продолжай вести меня в свой дом. И что еще показывают эти два стиха, 35 и 36? Ведь это показано одновременное участие двух царств в одном и том же событии. То, о чем мы говорили с вами, друзья, уже неоднократно, о том, что в любом событии нашей жизни участвуют два царства. Кстати, если вдруг вы первый раз с нами, и вы не знаете, о каких царствах идет речь, очень быстро. Царство Божье и Царство Тьмы. Третьего царства не дано. Какой-либо нейтральной территории или государства под названием человек, такого не существует. Только два царства. И сейчас мы видим в этой истории участие как Царства Божьего, так и Царства Тьмы. Потому что смерть никогда не приходит из Царства Божьего. И мне здесь понравилась реакция Иисуса, которая помогает мне правильно видеть моего Господа, когда я сталкиваюсь с каким-либо давлением. Потому что сейчас Папа столкнулся с тем зашкаливающим уровнем давления, с которым тет на тет он бы не справился без Иисуса. Потому что сейчас перед нами не просто начальник синагоги, перед нами Папа, который обожает свою девочку. Которому все равно было до его авторитета. Как он будет выглядеть в глазах других людей. Он даже не боялся потерять свою должность. Ему важно было, чтобы его девочка осталась жива. И когда к нему приходит эта новость из Царства Тьмы, все кончено. Да, ты попытался верить Иисусу, ты молодец, ты приложил усилия, ты даже пришел и преклонился, несмотря ни на что. Но знаешь что? Ну, у тебя не получилось. Почему? А вот смотри, факты какие. Смотри, все, девочка мертва. Что делает Иисус? Меня зацепила вот эта фраза. Иисус, услышав сии слова. Ведь эти слова о смерти не звучали в адрес непосредственно Иисуса. Они звучали в адрес Иаира. И это мне говорит о том, что Иисус всегда слышит то, что говорят нам другие люди. Факты, обстоятельства, какие-то симптомы, какие-то диагнозы. Все то, что приходит к нам под давлением, друзья. Иисус всегда это все слышит. И Он не остается безразличным к этому. Он не остается просто в стороне. Ну, давай посмотрим, Иаир, какова твоя вера? Ну, выберешься, не выберешься, ну, не знаю. Это же твой экзамен, я тут ни при чем. Нет, Иисус реагирует на попытки извне остановить движение веры в жизни Иаира. И знаете, что Он делает? Иисус отвечает. То есть Он слышит, Он реагирует, Он отвечает. Каким образом? Он дает Иаиру слово. Но вот весь вопрос, знаете, в чем? Чьим словам поверишь ты? Потому что только что Иаиру пришли, и знаете, что сделали? Сказали слово. Но слово из царства тьмы, Ему сказали, да, факты, но факты из царства тьмы. А Иисус сейчас говорит Ему слова из царства Божьего, слова жизни, вопреки смерти. И можно было бы сказать, ну, хорошо, Ему легко было, с Ним рядом стоял сам Иисус. Конечно, Он слышит Иисуса, и да, будет послушен самому Иисусу, а я сегодня тут сам, сам пытаюсь вот получить свое исцеление. Послушайте, если вы рожденный свыше, ребенок Божий, сегодня Христос пребывает внутри вас. Писание говорит, что Бог вселился и пребывает внутри вас Духом Святым. И внутри вас также звучит голос Божий. Вы также способны слышать слова Бога, когда извне дьявол может звучать своими страхами и смущениями. Внутри вас вы также способны слышать голос Бога о том, что вам лучше делать, в каком состоянии вам оставаться, в каком направлении вам идти, что вам важно созерцать, а чего вам лучше не делать. Вы способны слышать слово от Духа Божьего внутри вас, для того, чтобы дойти в своей вере до конца. И да, глядя на Иаира, мы видим, Он принимает решение не слушаться вот этих предложений. Да, ставь, все, махни рукой, уже все поздно. Нет, Он продолжает двигаться вместе с Иисусом. Иисус, смотрите, продолжает следовать в Доме Иаира. Он убирает от себя сейчас вообще всех. В 37 стихе Он запрещает, не позволяет больше никому следовать за собой. До этого мы с вами читали, огромная толпа людей идут за Иисусом. Иисус сейчас всех удаляет от себя, чтобы никто больше сейчас ничего не говорил, не смущал, не уводил фокус Иаира. Иисус всех отправляет во Свояси, не позволяет никому следовать за собой, кроме троих человек. Петр, Иаков и Иоанн. Он берет людей, которые бы могли продолжать оставаться в вере, направляясь к чуду. Иисус знает, как защитить и вашу веру, и каких людей дать для вашего окружения, чтобы через них помочь вашей вере дойти до конца. Точно так же, как и дьявол ищет того, чтобы послать в вашу жизнь людей, через которых он бы смущал вас, уводил ваш фокус куда-то в сторону, сеял неверие, сомнения, беспокойство в ваш разум и в ваше сердце. Хороший тезис отсюда можно вынести. Для нас крайне важно окружать себя людьми, которые имеют такую же веру и могут согласиться вместе с нами, получить от Бога обещанное, принять наше наследие, и которые помогут вам устоять под давлением. Раньше обычно я читала эту и многие другие истории исцеления Нового Завета со стороны, например, того же Иаира или женщины с кровотечением. То есть со стороны человека, у которого есть нужда, для того, чтобы увидеть какие-то принципы, их взаимодействие с Иисусом, как получать и принимать исцеление от Него. И это все да и аминь. Но в этот раз интересно, Бог напомнил мне, что теперь, когда мы живем в Новом Завете, нам не просто их нужно рассматривать, нам больше нужно учиться держать фокус на самом Иисусе. Почему? Потому что, как ты правильно сказал, Иисус, говорящий внутри нас. Друзья, мы, как рожденные свыше в Новом Завете, имеем эту привилегию, которой ни у кого никогда ранее не было. Сейчас Бог, тот же самый Иисус, который ходил с Иаиром, тот же самый Иисус, прямо сейчас живет внутри каждого из нас Духом Святым. Иисус, живущий внутри нас, как Он реагирует на подобные новости о смерти, когда видит смятение, когда видит даже подтверждающие факты, говорящие о поражении, говорящие об уменьшении, о смерти, о разрушении, о том, что все возможности исчерпаны. Как Иисус, живущий внутри нас, реагирует на это. Смотрите, уже даже то, что Он входит туда, то есть Он увидел все это смятение, то есть значит, что Он увидел? Он уже увидел похоронную процессию, то есть в то время это происходило именно так. Так, приходили люди, которые, скажем так, не просто высказывали свое соболезнование, а, если можно так сказать, создавали вот эту атмосферу траура, плакали об умершем и так далее. То есть это усиливало наличие факта смерти. И вот смотрите, Иисус входит в эту ситуацию, мне так это понравилось, мне так понравился смелый Иисус, который никогда не оставит нас с вами посреди какого-либо смятения, посреди даже уже наличия, казалось бы, очевидных фактов смерти, уменьшения диагноза, безысходности и так далее. Он не боится с нами входить в какую-либо ситуацию, в которой мы с вами оказались. И посмотрите, Иисус точно так же ведет себя в доме Иаира. Он высылает всех тех, кто сейчас ведет себя не в соответствии с верой Иаира. Дом наполнен смущением и плачем. И эти люди сейчас, они не приходят в согласие со словами Иисуса. Потому что в 39 стихе Иисус дает слово так же и всем этим людям в доме Иаира. Он говорит им слова, обратите внимание, девица не умерла, но спит. Он говорит эти слова всем, кто сейчас плачет и в смущении. Но их решение в отношении слов Иисуса, мы читаем в 40 стихе, и смеются над ним. Все, Иисус долго не разбирается. Эти люди не хотят сейчас взять слово и войти в позицию веры. Что дальше делает Иисус? Он высылает их всех, отправляет их всех и ведет себя радикально. И, кстати, это важный пазл, который мы видим в 39 стихе. Потому что сейчас Иисус входит в атмосферу реальной смерти. Но смотрите, как на эти факты смотрит Иисус. Для Иисуса было важно не то, что говорят люди об этом. Для него было важно, что Отец об этом говорит. А глядя на слова Иисуса в 39 стихе, Иисус имел слово от Отца об этой девочке. Она спит. Не умерла, но спит. Люди смотрят и говорят, она умерла. Вот как мы видим. Это смерть. Иисус, глядя на происходящее, ищет того, что Отец об этом говорит. Ты какой диагноз этому ставишь? Отец говорит, нет, она не умерла. Это сон. Не умерла, но спит. То есть смотри, люди говорят, это конец. Бог говорит, у меня будет продолжение. Я верю, что прямо сейчас кто-то это словил в свой дух. Это не конец. Чтобы не говорили вам факты и обстоятельства. Послушайте, истина способна изменить абсолютно любую реальность и любые факты. И там, где люди говорят точка, там, где пораженный лживый дьявол говорит закончено, Бог говорит, подождите, тут рисуем запятую, потому что после этого у меня великое продолжение. И когда он входит в эту комнату, сам Иисус, он ведет себя в соответствии с этим словом. Он заходит не в комнату к мертвецу, он заходит в комнату девочки, которая спит. И обращаясь сейчас к ней в 41 стихе, он говорит слова, как будто ее будет. Талифа, куми, девица, говорю тебе, встань. Вы видите, как ведет себя Иисус? Он не говорит, воскресни из мертвых, дух жизни войти в нее. Нет. Он сейчас говорит слова, которые говорит Отец. Но эти слова связаны и с тем, о чем Отец говорил прежде, не умерла, но спит. Глядя на Иисуса, мы можем видеть человека, который умеет совершенно удерживать свой фокус на Отце, на Его мнении, на том, что Он говорит о происходящем, как Он это видит, в каком направлении Он говорит следовать. Иисус движется совершенно и безупречно. Но возвращаясь к Иаиру, для Иисуса было важно, чтобы и вера Иаира не отключалась от служения Иисуса. Повторюсь еще раз. Для Иисуса было важно, чтобы Иаир на протяжении всего этого времени не отключился, не оторвался от него своей верой, держался и шел в согласии вместе с Иисусом до конца. Как? Удерживаясь за него своей верой. Были ли искушения направлены на то, чтобы Иаир отключился своей верой от маршрута следования за Иисусом? Абсолютно да. Точно так же, как и сегодня. Послушайте, прежде всего нам важно быть уверенными, что воля Божья, чтобы мы всегда были целостными. И Дух Господа, Христос внутри нас, желает вводить нас в это наследие. Оно оплачено, оно в нашей собственности. Это свершилось. Нам нужно его взять. И единственный, кто может провести вас в это место вашего наследия, это Святой Дух. Но точно так же, как Иаиру нужно было держаться на протяжении всего этого пути своей верой за Иисуса, точно так же и нам сегодня важно от начала, взявшись за Святого Духа, следовать за Ним до конца. И помните, мы говорили в самом начале, исцеление двинулось в сторону дочери еще в 24 стихе, как только Иисус сделал первый шаг по направлению к дому Иаира. Исцеление уже было отправлено. Оно пошло, оно двигалось все ближе и ближе, все ближе и ближе к дочери Иаира. Весь этот маршрут, вам важно видеть, исцеление все ближе и ближе, все ближе и ближе. Но посмотрите, исцеление приближается, а дьявол делает все возможное, чтобы на каждом этапе приближающегося исцеления кричать о том, что ничего не происходит, еще хуже становится, плюнь на все, остановись, давай начнем плакать, давай начнем скорбеть, давай начнем смущаться, ничего не происходит. Но на самом-то деле с каждым разом все ближе и ближе, все ближе и ближе, ближе и ближе. И вот она точка, Иисус в комнате. И происходит чудо. Девица встает и начинает ходить. Свершилось. И еще так много интересных пазлов в этой истории. Ну а нам с вами сегодня уже пора заканчивать. И мы продолжим размышлять с вами над этой историей в нашем онлайн эфире, который будет в субботу в 14.00 по киевскому времени. То, что мы с вами не успели обсудить сейчас, мы продолжим это рассматривать в субботу. Поэтому добро пожаловать. Будем рады видеть вас там. Вот те истины, на которые Господь обратил наше внимание, посреди наших размышлений над этой историей, а на что Господь обратил внимание ваше. С радостью почитаем обратную связь. Пишите в комментариях и в чате Байбл. И это также, друзья, будет служить назиданием для всех, кто будет это читать. И в завершении давайте поблагодарим Господа. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за то, что воля Твоя всегда благая, угодная и совершенная для нас. Ты все совершил во Христе для того, чтобы мы имели жизнь, имели ее с избытком. Исцеление – это уже свершившийся факт. Ранами Твоими мы уже исцелились. И Ты послал в нашу жизнь Своего Святого Духа для того, чтобы Он мог вводить нас в наше наследие. И мы всегда способны слышать Твой голос и следовать за Тобой. Мы способны. Ты всегда помогаешь нам. Мы в это верим. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся. Всем благословений. Редактор субтитров А.Семкин